Привет! Сегодня мы отправляемся в деревню и отправляемся мы вот на таком корабле. Поскольку нам нужно отвезти крупногабаритную технику, стиралку, газовую плиту, ну и поскольку на наших машинах мы этого делать не очень хотим да и они не уберутся скорее всего поэтому папа раздобыл вот такой агрегат на котором мы сегодня отправимся когда-то у родителей самой первой машины их было тоже был микроавтобус но он нам был необходим для того чтобы мы ездили в деревню это были первые годы у нас были две огромные собаки и мы ездили в пятером плюс вот две собаки кот и возили туда много разных вещей но он был у нас недолго и вот сейчас на несколько дней у нас снова появился микроавтобус это volkswagen caravella и в нем дофигища места здравствуйте там три ряда сидений но третий ряд убран и поэтому здесь вот такой получается огромный багажник видите вместилась и стиралка и огромная коробка из-под плиты точнее огромная коробка с плитой еще очень много места осталось там ты за проезд передал как в автобусах знаешь такое кондуктор кто будет ты или майкуси бабушка оксана и впереди тут тоже много места майкуси может тут поедет бабушка не позволит она скажет вы чего да да ну вот мы доехали до варнавина впечатление у нас масса дать он машинка да классная машинка нам всем мы едем вчетвером мы с темночим родители ну мы пусть в общем нам всем очень нравится очень комфортный много очень места ехать очень удобно у нас уже темнотища варнавина все закрыто хотя время 15 минут 9 но варнавина уже большинство магазинов закрыты и таких маленьких остались только пятерки эти вот сетевые штофы магнит работает вот заехали в общем в пятерку и сейчас погоним к себе осталось чуть-чуть домой заезжает наверно не будем поедем сразу просто квашенную вот в домик который мы пока временно живем поедем наверно сразу да потому что темно сегодня потому что темно уже сейчас а выгружать все будем завтра как мы это будем делать я не знаю поскольку у нас из силачей только папа ну хотя мы с мамой в этом году помогали ему физически мы таскали гипсокартон который мы покупали для того чтобы стены делать у нас было 50 листов вот мы их таскали в дом участок у нас большой поэтому путь был долгий с ними бригада на выгрузку приехала ага ух какие грузчики у меня сильно повезу 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 она что не достает до следующего года здесь нормально накроем сейчас брезентом я вот вам придется задуматься ладно я пойду говорят существует тележка муравей пришлите нам нормально нормально не торопитесь я нормально прям вообще не сами как-то тихо сейчас не уберетесь все блин меня забыли меня вот и жалоб здесь загорал телефон пожалуйста не упал до обрезки надо их убрать не я уберу тёмка перетаскать так не что ну в какое-нибудь место надо на стиральную машинку сложить вот эти вот маленькие штучки куда отнести тёмка перетаскал как какие нарезки ну можно все на мне дорогие ты сегодня будешь? на 15 торжественная распаковка торжественная распаковка не хочет все так просто она наверно вся как у нас стиралка была ну так и оставим мне кажется так и оставлять ее и надо новенькая мне понравилась она ну заперта да ничего она не заперта да да заперта замок и щит на весной да мам ну не может она быть заперта она заклеена вот ну так нам надо поглядеть отклеивай где курица она с гримом да с гримом с конвекцией ну что вы накопали а у вас что ведра нет? ну вот ну уж с тобой все на поле пошли ух ух сколько бабушек то 4 штуки ух 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 будешь сегодня есть печеную картошку Артем да мы попробовали красную но красная и зеленая еще собирают оу повезу повезу да вообще урожай смачный ну Мы же им не дадим, да? Они же выклопучились, помнишь? Зачем вам картошку? Вот вам, пожалуйста. Знатный лесоруб снова в деле. Оксана Экономна эти березы свалила, теперь она решила за сосну взяться. В общем, у нас такая ветка, вот она неудобно здесь проезжать в гараж, задевает она машину. Ну и она такая лысая уже. А это вот топором, наверное, легче. Смотри, Ваушка как фигачит опять. Да, я ожидала, как на кровать не водить. Ой, а как... А смотрите, сколько здесь сразу света-то стало. Смотри, очень даже хорошо стало без нее. Ну, где еще пилить? Где прикажется? Я бы вот эти две маленькие спилила, видишь? которые на заборе висят. Да. Чтобы уж тут не висело ничего. не было. Вот эти? Да, да, да. Как дед сказал, сейчас пилить по бабе. Ты больно неудобно ее, наверное, это. Больно уж близко. Чтобы не было этих. А? Еще мы немного разошлись и напилили. Вот сколько. Ну, на самом деле, тут особо не видно. Ладно. Так я тебе про это и говорю, что может попилить? Как раз вот туда, в Простоквашино, маленькими бы напилили и все. Давай. Ну, в общем, мы еще не закончили. Мы не допилили. В общем, вот и со стороны дома еще мы тоже навалили. Ну, зато здесь теперь свет, зато теперь здесь света больше. И видите, они, ветки были обгорелые на пожаре. То есть здесь уже она все равно не будет никакой зелени. С этой вот мы не знаем, что делать. Она у нас года два или три назад сломалась ураганом. У нее верхушка сломалась. И она тоже обгорела. И, в общем, не знаем. А убирать ее, если то будет как-то тут они на входе. Две были хорошо. Да и как ее убрать, не знаю. В общем, пока она у нас стоит. В общем, у нас безотходное производство. Все, мы наигрались. Сделали мы ее. Обрезали мы эту сосенку. Веточки такие, точнее, сосенки. Ровненькая стала, хорошенькой. Без признаков того, что она обгорала. И вот у этой сосны, вот у этой срезали два нижних ряда. Они были, ну, они не обгоревшие были. Просто какие-то сухие. Без иголок. И мы их, в общем, тоже срезали. И теперь она тоже стала такая вот аккуратненькая. Наша ошибка была в том, что мы решили еще эти веточки все на дрова попилить. Я забыла. Дрова нас доконали. Ну, ничего, мы справились. Темыч очень сильно помогал. Да, Темка? Молодец. Что касается вот этого товарища, то мы, можно сказать, все в него влюбились. Очень он нам понравился. Очень комфортная машина. Ехать очень удобно. Что впереди, что вот на втором ряду. На втором ряду вообще кайф. Можно и ножки закинуть. И вообще места очень много там. И сам по себе. То есть и подвеска довольно хорошая. Удобная, комфортная. В общем, на таком можно путешествовать. И нам всем захотелось иметь у себя такую машинку. Но, к сожалению, купить его довольно проблематично. Потому что машина довольно дорогая. Но нам он понравился. Надеемся на нем еще когда-нибудь покататься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА